Примеры истинного служения стране в условиях специальной военной операции мы видим не только среди тех, кто служит на передовой, но и тех, кто живет в тылу и вносит свой вклад в общую победу. Объединение гражданских инициатив, общественная палата региона, некоммерческие организации стали важнейшими площадками для организации и реализации гуманитарных проектов, системной помощи и взаимодействия. Добровольческая помощь давно стала неотъемлемой частью жизни общества. Тысячи волонтеров объединились вокруг поддержки участников специальной военной операции. Люди помогают не только предметами быта, но и психологически. Мы говорим спасибо добровольцам и волонтерам, гражданским активистам в городах и селах, которые ведут работу по сбору гуманитарной помощи и оказывают психологическую поддержку гражданам, прибывшим в пункты временного размещения. Всем тем, кто организовал отдых детей в нелетних каникулах. Считаю значимым участие волонтеров в гражданских акциях по формированию помощи для новых территорий нашей страны. Один из примеров – пункт гуманитарной помощи на севере города. Помещение на Мичуринской волонтерам выделили предприниматели на безвозмездной основе. Здесь собираются люди, которым не все равно. Льют окопные свечи, плетут маскировочные сети. Они делают все, чтобы помочь нашим военнослужащим. Мы прилили эти сети из штор, из постельного белья. Мы несли из дома постельное белье свое, рвали на полоски. Сейчас мы централизованно закупаем синтетический материал, так называемый спонбонд укровной в Краснодаре. Мы закупаем в Рязанской области вот эту основу. Мы там закупаем парафин по мере необходимости. То есть это в какой-то степени уже определенный конвейер. И люди могут самоорганизоваться сами. Примером государственно-частного партнерства стала деятельность фонда «Защитники Отечества», созданного по инициативе президента России. Наш регион буквально с первых дней спецоперации помогает военнослужащим и их семьям. Мы не просто поддержали решение президента России Владимира Владимировича Путина, а сразу же активно включили в деятельность. Наш регион стал одним из первых, кто создал филиалы фонда во всех муниципальных образованиях. Мы все делаем с вами вместе для поддержки защитников Отечества и их семей. Жители Тамбовской области в деле поддержки СВО проявляют максимум участия, сплоченности и единения. Олеся Павлова, Евгений Михеев, Ольга Кириллова. Область новостей.